Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. И сегодня мы с вами поговорим про удобрения. Небольшое отступление. Я снимаю с помощью пульта, чтобы не бегать постоянно к телефону. Да, я снимаю на телефон. Если помните, у меня на канале было видео, как сделать селфи с помощью трипода. Ссылка будет в описании. Я позаимствовала пульт от трипода и с помощью его снимаю, чтобы постоянно не бегать к телефону. Сегодня я снимаю одна. Итак, перед вами удобрения, которые я купила в одном из наших магазинов. Вернее, в двух из наших магазинов. Конечно, удобрений гораздо больше. Здесь есть, например, с такими названиями, как для капусты, для земляники. А есть просто селитра калиевая или селитра кальцевая или азофоска. Они немножко отличаются по составу и немножко, а иногда и не немножко, отличаются по цене. В чем же разница? Давайте разбираться вместе. Небольшой ликбез для тех, кто недавно занялся огородными делами, ну и для всех остальных. Азот, фосфор и калий – это три кита, на которых все растет. Конечно, любому растению нужны и другие элементы. Да практически вся таблица Менделеева нужна каждому живому существу. Но этих элементов растению надо больше всего. Сами понимаете, калий – это очень активный металл. Фосфор бывает в разных модификациях. А азот – это просто газ, которого больше всего в нашей атмосфере. Сами понимаете, что в удобрениях эти элементы находятся не в чистом виде. Они в виде соединений. И, конечно, любое удобрение не будет на 100% состоять из того элемента, который необходим вам, а в конечном счете – вашим растениям. Удобрение может быть специализировано. Там может быть какой-то один элемент. Вот, например, хлористый калий. Здесь калий. Селитра кальциевая. Селитра кальциевая. Раз это селитра, значит, здесь есть азот и кальций. А есть селитра калиевая. Здесь и азот, и калий. Удобрение может быть комплексным. То есть там несколько элементов. Первое, что приходит на ум – это азофоска. Азофоска названа так по первым слогам каждого элемента, который здесь присутствует. Например, азот, фосфор, калий. А-зофоска. Не сложно догадаться, что входит в состав борофоски. Бор, фосфор, калий. Также в комплексные удобрения могут быть добавлены какие-то микроэлементы, которых растениям надо совсем чуть-чуть, но без которых растению будет плохо. Какой уже состав комплексного удобрения? Обычно он стандартный. 16% азота, 16% оксида фосфора 5, 16% оксида калия. 16, 16, 16. Добросовестный производитель пишет процентный состав и состав прямо на упаковке. Не очень добросовестный, указывает очень мелкими буквами на обратной стороне. Если состава нет, серьезно подумайте, стоит ли покупать такое удобрение, даже если оно называется лучше из всех. Итак, давайте же посмотрим на состав этих удобрений. Вот стандартная запасечка. Прекрасная упаковка и прям сразу вот, сразу вот, не надо ничего нигде искать. 16, 16, 16. 16 азота, 16 оксида фосфора, 16 оксида калия. Замечательно. Это килограмм. Возьмем для томатов. Посмотрим. На упаковке ничего нет. 0,9 килограмм. Не килограмм. Переворачиваем достаточно крупными буквами. Написано. Азот у нас 8. Оксид фосфора 10. Оксид калия, 16. Да, по сленовым избыток азота означает потерю урожая. Азота убавили, в принципе, не страшно. Но, почему мы убавили фосфор? И зачем-то очень много, ну не очень много, то есть нормально. Положили калий, то есть убавили фосфор и убавили азот. Можно ли пользоваться таким удобрением? Конечно, можно. Его 0,9 килограмм. В то время, как есть стандартная азотфоска, килограмм, и вот это вот был дешевле, чем вот это. А если вот такая будет упаковочка, это самый дешевый вариант. Не реклама. Я даже фирмы не называю. Смотрим для капусты. Для капусты, значит, у нас тоже азота 10, калия 10, пардон, 12, фосфора 10. Убрали азота, замечательно. Азот убрали, чтобы мы не переели нитратов. Ну ладно. Зачем убрали калий? Меньше его сделали, но в принципе не корнеплода мы едим. Почему убрали фосфор? Ну типа мы же не цветы едим. Стеблеплод. И поэтому всего сделали чуть поменьше. Это шутка. Для капусты самое лучшее, это обычная стандартная азофосочка. Опять-таки, 0,9 килограмм и стоит подороже. Можно ли им пользоваться? Конечно, можно. Если так получилось, что вам кто-то подарил, или где-то дешево удалось это купить, ну замечательно. Почему бы нет? Но если выбирать между стандартной азофоской и вот этим, я, например, выберу стандартную азофоску. Берем землянику. Для земляники, как для посленовых, избыток азота означает потерю урожая. Так что, то, что здесь азота поменьше, это вполне себе логично. Смотрим. Азота 15, оксида фосфора 15, оксида калия 18. То есть это почти стандартная азофоска. Ну, калия чуть побольше. Почти стандартная азофоска. Стоила она, конечно, дороже, чем стандартная азофоска. Да, кстати, большое спасибо производителям. Вот это очень хорошо. Понятно, что это маркетинг, но вот здесь вот соединения. Вот эти вот соединения, которые входят в состав этого удобрения. Посмотрим еще на такое удобрение. Борафоска. Ну, по названию понятно. Бор, фосфор, калий. В основном, борафоска без азота. Но мне попадалась борафоска, в которой азот присутствует. Бор также необходим растением. Он нужен для тоже цветения, для закладки соцветий, для закладки со плодий, для созревания плодов. То есть, это хорошее удобрение. Посмотрим состав. Вот какие молодцы производители. Прямо на обратной стороне, крупными буквами. Фосфора 10, калия 16, бора 0,25, хорошо. Кальция 20, магния 2%. Это очень хорошее удобрение. Здесь и кальция добавили, и магния добавили. Без магния растения будут бледненькие, бесхлорофильненькие. Это тоже элемент очень нужен. Хорошее удобрение. Нет азота. Но нет проблем, можно добавить селитру. Давайте посмотрим. Вот у нас хлористый калий. Он обычно такого розоватого цвета. Соответственно, в азофоске тоже присутствует хлористый калий. И вот он, азофоска, тоже розоватого цвета. Да, в азофоске может присутствовать не хлористый калий, а оксид калия. Поэтому она может быть белой. Если азофоска белая, не пугайтесь, все нормально. Но посмотрите внимательно состав. Карбамид. Ну, это та же мочевина, источник азота. Она такая вот белая. Прямо вот не молочная даже белая, а вот прям вот белая-белая. Селитра. Аммиачная селитра. Такого вот тоже белого цвета в виде таких вот шариков. Да, посмотрим. Азофоска, она тоже в виде шариков. Это принципиально. Борофоска. Сероватая или какая-то коричневатого цвета. Но, скажем так, вот всегда она в таком виде. Калевая селитра. Тоже такая белоснежная. Белоснежная, но не в виде шариков, а в виде порошка. Вот так эти удобрения выглядят. И вот так они, в принципе, и должны выглядеть. Теперь, как подкармливать? Разумеется, есть свои нюансы. В каждой местности, при выращивании каждой культуры, есть свои тонкости. Обо всем я сейчас рассказать не смогу. Но я вам сейчас расскажу такую стандартную схемку. Ее легко выучить и держать в голове. А дальше, по мере опыта, вы сами увидите, что и куда вносить. Итак, под вспашку. Вернее, даже после вспашки, перед тем, как забронить, вносим 50-60 грамм на квадратный метр азофоски. Первая подкормка азофоской. 50-60 грамм на квадратный метр. То есть, 5-6 килограмм на сотку. Внесли, забронили, посадили. Если вы посадили рассады, то ждем 7-10 дней и подкармливаем первый раз. Если вы посеяли, ждем всходов, ждем появления одного или двух настоящих листьев, их легко отличить от семидольных. Они отличаются по форме. И после этого подкармливаем. То есть, либо через 7 дней или 10 дней после посадки, либо после появления одного-двух настоящих листьев. Первая подкормка азотом, то есть, аммиачной селитрой. 15-20 или 20-30 грамм на квадратный метр. То есть, от 1,5 до 3 килограмм на сотку. Подкармливаем. Подкармливаем. Если это цветная капуста, берите 30 грамм на квадратный метр. Культура прожорливая. Подкармливаем. Ждем 2-3 недели и подкармливаем второй раз. На этот раз к селитре добавляем хлористый калий. Селитрой берем 15-20 грамм на квадратный метр. Хлористого калия 5-7 грамм на квадратный метр. Их можно смешивать. Обязательно в перчатках. Хлористым не злоупотребляйтесь. Растения могут подгибнуть. Селитру вносите обязательно под корень. Да, придется побегать по огороду и аккуратненько рассыпать рядом с растением. Вызывает ожоги. То есть, селитра нам нужна 1,5-2 килограмма на сотку хлористого калия 500-700 грамм на сотку. Многие растения хлора не переносят. Например, салат. Не надо салат подкармливать хлористым калием. Итак, подкормили. Теперь, третья подкормка, если есть в ней необходимость, через 2-3 недели после второй подкормки. И на этот раз мы вносим комплексные удобрения. То есть, а за фоску. Из расчета 40-50 грамм на квадратный метр. Или 4-5 килограмм на сотку. Это все. Конечно, при выращивании каждой культуры есть свои нюансы. В каждой местности, в каждом регионе есть свои нюансы. Смотрите по ситуации. Но эта общая схема, она всегда выручена. Все удобрения растворяются и можно использовать растворы. Но растворы удобрений целесообразны использовать, например, чтобы подкормить рассаду или школку. Или если надо быстро какой-то элемент доставить какому-нибудь растению. Не зря эти удобрения выпускаются в виде вот таких вот шариков, как мы видели. Смысл такой формы. Растворяются они медленнее. По чуть-чуть. Дождик пошел, растворилось. Дождик пошел, растворилось. Ну, смотря какое. Аммиачный свитер, например, сразу растворится. А за фосочка будет вот так вот, по чуть-чуть растворяться. И по чуть-чуть растения, по мере необходимости, берут эти элементы. Плавно переходим к тому, почему не надо вносить этих удобрений слишком много. Понятно. Больше внесем, больше не того съедим. Но дело не только в этом. Дело в том, что растения питаются растворами. Растения не могут есть сухие вещества. Соответственно, то, что они не взяли из раствора, то, что не растворилось. А в каждом удобрении есть еще дополнительные, скажем так, соединения, которые нерастворимы. Или которые вступают в реакцию с тем, что они там встретят в почве и образуют нерастворимые соединения. И в результате ваша почва будет засоляться. Кому приходилось видеть такой белый или серый налет на почве? Вот. Это результат засоления почвы. Почва теряет свою структуру. Почва теряет свое плодородие. Она становится, ну, не очень хорошей. Отсюда следует, что не злоупотребляйте минеральными удобрениями. Вносите их только по мере необходимости и там, где это необходимо. И не пренебрегайте органикой. Как бы вы не использовали минералку, сколько бы вы не вносили минералку, она органических удобрений не заменит. Теперь немножко о мерах безопасности. Если у вас есть аллергия на что-то, или у вас проблемы с дыхалкой, обязательно используйте респиратор. В принципе, респиратор использовать хорошая идея, меньше пыли от этих удобрений, будет попадать в ваши легкие. Обязательно используйте перчатки. Все эти удобрения, особенно селитра, будут растворяться даже в ваших руках и могут вызвать ожоги. Держите их, все удобрения, подальше от пищевых продуктов. Вы даже не представляете, как легко иногда путают какие-нибудь соль и сахар с чем-нибудь из того, что нам есть не надо. Подальше держите от детей и животных. Итак, это был ролик про удобрения. Надеюсь, информация будет кому-то полезна. Ставьте пальцы вверх или пальцы вниз. Подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам успехов в ваших огородных делах. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok